В муку я добавляю пару шипоток соли, масло нарезаю так кусочками. Сначала я перетру муку с маслом, чтобы перервать глютеновые связи и чтобы тесто было более нежным и рассыпчатым. Сильно в мелкую крошку не надо делать, пусть будут неравномерные какие-то куски, даже лучше, если один кусок больше, один меньше и все теперь вот так с яйцом. Теперь эти комья, вот эти живописные комья надо накрыть пленкой пищевой и отправить в холодильник минут на 20. Творог, рикотта, сливочный сыр и йогурт и сгущенка. Сюда же добавляю 3 яйца и ванильную эссенцию. И так все надо перемешать и все, до однородности. Я здесь не использую сахар, если вы заметили, потому что от сгущенки и от засахаренных фруктов достаточно сладко. И если вам сахара не будет хватать, свободно можете добавлять и также спокойно можете заменять здесь какие-то продукты, которых у вас нет, на те, которые у вас есть. Вот такая однородная густая масса. Так, теперь добавляю имбирь. Это тоже, если у вас нет имбиря, можете добавлять все, что вам угодно, изюм, любые сухофрукты, которые у вас есть. А вот это мочедония, здесь разные-разные фрукты засахаренные, с очень богатым вкусом и ароматом. Вот и все, начинка готова. Теперь наши комья распределяем по дну и бокам, формы. Тесто получится слоистое такое, потому что здесь такие комья, которые потом начнут таять и дадут слоистость некоторую тесто. В общем, стараемся делать такую, как бы тоненькую корзиночку. Вот такая корзиночка получилась, видите? Немножко на бока и дно. Теперь я сюда выливаю эту всю начинку. Духовка уже должна быть разогрета до 160 градусов. И выпекаться этот пирог будет примерно около часа. Знаете, почему 160? Чтобы он у нас не вздулся горой, а выпекался ровно и медленно. Вот и все. Отправляю его на выпечку. Вот такой пирог получился. Посмотрите, какой он симпатичный. Простой деревенский пирог. Творожный. Творожно-сливочный. Что-то такое. Сейчас будем разрезать, кушать и чай пить с этой красотой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!